Домашние кошки. Можно погладить, да? Да, конечно, гладься. Единственное, при условии, что в две недели такого котёнка, чтобы его социализировать нормально и приучить к людям, нужно взять от мамы. Как он вообще в домашних условиях? Хорошо живёт? Я читал, что каракалы питаются только и исключительно мясом. Неужели правда? Ну, вообще правда, да. Очень любят мяско. Поэтому, если есть возможность, конечно, лучше давать им натуральный корм. Если дома такая киска, с позволения сказать, обитает, как по стенам ходить будет? Ощущения в квартире или в загородном доме от каракала взрослого, ну, или от котёнка будут, как примерно вот, ну, как от большей собаки. Вот примерно такие же ощущения и будут. Насколько каракал вообще популярное такое вот животное в качестве питомца? Много ли их вообще в Москве и большой ли спрос? В Москве их меньше ста. Спрос, как всегда, колоссальный на экзотических кисок, в принципе, на всех гоняются. За ними, наверное, по всей Москве и в основном стоят в очереди. Если уж кому повезет такую киску купить, то подождать нужно будет минимум 6 месяцев. Каракал родит хорошо, если два раза в год, и там будет, например, три котёнка, то это уже удачно. Вот поэтому их всегда мало. И спрос на них, разумеется, подогревается. Ну, во-первых, это некий кич, это всё-таки эпатаж, иметь такую кошку. Ну, и возвращаясь к той истории, которая произошла в начале этой недели, озвучена была цена в 440 тысяч за котёнка каракала. Неужели так дорого? Это же машина практически. Да, столько эмоций вы в это вкладываете. Да, 440 тысяч, но каракалы того стоят. А, они очень редкие бы, их очень сложно правильно вырастить так, чтобы они получили нужную и правильную социализацию, и в итоге стали домашними кисками, а не дикими животными. Спасибо, Филипп, что нашёл время к нам сегодня прийти вместе с Машей. Вам спасибо. На сегодня всё. Какой будет следующая московская неделя, расскажем в следующий воскресенье.